всем привет друзья на связи мастерская две новости одна хорошая другая плохая плохая то что пришлось отдыхать полгода но хорошая то что нужно работать начинать начинаю делаю шаблон сейчас птичка птичка будет птичка курица называется курица на ножках такая более сложная тема в отличие от того что я делал раньше не было было просто курочка в картинке сейчас нужно сделать курочку на ножках где будет сложная операция довольно таки так что уровень мастерства должен подняться прямо сейчас найдем найдем птичку птичка есть нужно птичка на ножках курица вот что должно получиться в конце так вот имеется курица имеется такой шаблончик к зарубке где наш пенек куда нем камера стоит вот незадача вот и и вот и и это это Продолжение следует... 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 можно было чище здесь добавляются уже стамески на этом этапе вот я подготовил такой наборчик может быть что-то еще понадобится доберем так есть курица задолбка курицы есть стамеска в общем по технике безопасности нужно чтобы изделие всегда упиралась хорошо в прибоину в данном случае прорезиненные такие валики для церальной машины но допустимо и вполне используется липова просто прибой на дощечка уголком прибить можно просто дощечку но смысл в том чтобы хорошо прижимать заготовку это очень важно это техника безопасности после этого можно убрать на место и начинать делать первые риски резок делается такой таким круговым вращательным движением с не просто ведется вперед толкается а работает кисть идет такое вращательное движение вот на донышке так вот сначала действую более-менее хаотично я снимаю лишнюю стружку там где считаю где вижу я считаю нужно подрезать после этого я уже перехожу более упорядочным рисков формируя фаски таки из рисков такая колбаска рисков получается одинаковая грубо говоря то что топор не наработал по вот первыми движениями дорабатываю ясно местный по поводу дырки между ног и и оставляем на под напоследок на самый последок вообще дырка не делается как известно делается форма делаются ноги а дырка сама появляется использую пока две стамески более крупную его и мари поменьше сочетание друг друга более глубоких местах например между туловищем и хвостом прорезать снимаю где-то излом формы идет внутренней формирую сразу общее движение общей линии ищу не уточняя детали обозначаю вот такими вот круговыми уже движениями брюшка работаю над выявлением формы крыла здесь также у нас прослеживается форма яйца можно нарисовать карандашом можно стамеской круговым образом но аккуратно без фанатизма можно очень легко сломать ноги отлетит постамент от курицы это неприятно и потом практически не восстанавливается когда прижимается заготовка к прибоине не нужно держаться в этот момент за постамент когда есть тонкие места держится за тело соответственно когда делается постамент держится за постамент и прижимается ни в коем случае нельзя нарушать это правило иначе ножки полетят и придется начинать заново ну или исключение когда работа ведется маленькими стамесочками без всякого напряжения просто прибойно служится для того чтобы просто приставить заготовку не прижимая ее хохолок сразу можно выделить поскольку он также задает форму движение здесь клюв над клювом сразу резочек и уже от этого резочка вверх сначала потом вниз хохолок вообще вот книжки тут слева стоит хохолок очень высоко поднят но мне почему то такой вариант не очень нравится вот здесь хочется резнуть уголком сразу говорю в Богородском не знаю как сейчас а раньше уголки не практиковались поэтому и здесь я пока его использовать не буду воздержусь дамы вспомнить вот эти вот все ощущения хотя наверное тогда не было вот этого неудобства ощущения когда есть инструмента взять ты его не можешь это дискомфортное ощущение но раньше на такого не было потому что действительно не работали уголком практически вот тут такое движение такой стамеской должно быть круговое и уже и прям подходящая клюву можно сначала в обратную сторону от клюва к самому низу вот и уже ответный резок убираем лишнее вот как то так это все выглядит здесь соответственно тоже здесь сложнее с этой стороны в принципе по поводу стамесок вся Богородская резьба она такая не затратная в плане стамесок потому что их нужно несколько штук всего все радистные стамески в основном ножик и все по сути все больше ничего не нужно для Богородской резьбы и в данном случае тоже трех стамесок было бы достаточно плюс-минус вот такая стамеска большая можно чуть больше чуть меньше вообще я помню даже я зарубал задолбливал вот чисто такой маленькой стамеской даже тех же куриц потому что когда ты такой неопытный маленький еще ты боишься срезать лишнего поэтому берешь маленькую стамеску которая минимальное количество снимает древесины и тебе кажется что это хорошо что ты не накосячишь нигде ну как-то индуитивно на подсознание ладно вот здесь вот гузла да как это называется у курицы вот его нужно выделить то есть одеть хвост такой круговым тоже резочком желательно одним по факту получается 10 вот и уже переходим ближе к ногам даю толщину где-то смотрю примерно но у курицы вот здесь вот в этом месте нужно оставить побольше места предусмотрительно потому что место очень тонкое и стамеска там не всякое подлезет и вообще нужно какие-то предлагать время и усилия чтобы сделать вот это вот отверстие между двумя ногами поэтому пошире чуть-чуть расставляю ноги вот здесь оставляя пространство для маневра вот мы подходим к интересному моменту выясняется что ноги у этой курицы они расположены немножечко одна вперед другая назад то есть левая нога у нее вперед идет максимально значит вот здесь толщина у нас оставалась после зарубки вот так на глаз 2 сантиметра у меня примерно здесь используем это вперед а это назад нога правая разножка такая соответственно резки нужно делать направляющие то есть давать движение не нужно долбить по контуру вот нарисовать карандашом и долбить по контуру сразу эти ноги разница то есть сам шаг у курицы должен получиться самопроизвольно не нужно нагнетать ситуацию и делать преждевременные резки которые не нужны то есть просто от края линии куда то в ноль туда где то ближе к той ноге должен быть проведен резок и уже потом этот резок должен все заходить 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 под закруглять закругляться по радиусу вниз туда в жопе меньше стамеска понадобилось здесь уже с ногами нужно быть аккуратным и всегда оставлять ноги напоследок то есть сначала форма туловища я еще с ней поработаю чуть-чуть перескочил пока не делая дырок никаких технологических отверстий как сказали бы некоторые дырки вообще не делать повторяю нельзя делать дырки нужно делать форму и сразу сразу хочется сделать дырку ну просто легко взять там шуруповерт и просверлить ее здесь но это делать нельзя потому что эта самая дырка может оказаться не в том месте где должна была оказаться она должна сама образоваться дальше идет возня между ножек и намечаю лапки такой треугольник здесь должен быть да нарисую сначала это все дело здесь между ними еще расстояние которое нужно будет ножом убирать также нужно пошире расставлять эти лапы для того чтобы потом было удобно подлазить и уже беру маленькую стаметку которую я там буду впоследствии описывать и по контуру по карандашу снимаю лишнее мясо по стаменту вниз то есть отделяю ноги от постамента намечаю размеры лап и выводя их в форму возился возился и настал тот момент когда на свет должна появиться дырка потихонечку я к ней подходил делая форму вот она уже начинает появляться уже хочется взять ножик взять ножик и работать им с ножками и работать им делать фаски делать ножки делаю такой треугольничек отделяя лапки ножки лапок вот такой резок есть тут сверху вниз опасный резок потому что нужно направлять ножик в направлении прибоя навсегда вот этот резок тоже опасным потому что очень легко сколоть вот эти ножки и просто можно перерезать порезает ни к чему поэтому максимально аккуратно вот в этих местах выясняется что ножки какие-то дубелые массивные тяжелые это нормально постепенно будем их облегчать и уже прицеливаясь туда в самые глубины в очень непростое место поэтому форма постамента должна быть немножечко выпуклая вот в этом месте чтобы можно чтобы кончик ножа не зарывался вниз а выходил как бы вверх отлично потихонечку с одной стороны с другой стороны вот так можно пробовать но это опять же очень аккуратно нужно делать лучше сделать 10 тресков чем порезаться обязательно правим нож правлю чем чаще тем лучше общий вид такой это на крупных фасках можно точнее это я не думаю это не идеал до идеала тут далеко можно гораздо точнее гораздо красивее хотя может быть здесь хохолок надо немножечко его сделать тоньше ракез куриный ну дальше буду дорабатывать тут уже на мелких фасках а и соответственно два резочка нужно сделать под глаза сразу наметить где они должны быть вот дальше они будут уже уточняться дорабатываться ну и соответственно нужно заглядывать вот в такие места вот видно у меня что вот этот край немножко при приподнят я это исправлю прямо сейчас симметрия симметрия некая здесь все таки необходимо значит определимся с ногами между ног делается еще уточняю еще раз уточняющий резок потом делается такой резок против волокон начинает образовываться треугольник то есть выпадать уже между ними лишнее мясо между рисками нужно стараться все это делать без щепок потом нужно отделить коготок отделяется он ножиком делается резочек сверху вниз от коготка к постаменту с одной и с другой стороны и убирается лишнее ножом все хоготь готов так выглядит курочка на мелких фасках гребешок хохолок да глазное глазная впадинка должна быть здесь сейчас я нарежу с одной и симметрично с другой стороны как-то так это вот что касается описки крыле крыла и хвоста но здесь не хватает кое-чего и с обратной стороны подбирается этой же стамеской получается такая галочка декоративная то же самое я проделываю здесь здесь и здесь возможно два ряда по три возможно один ряд по три лучше наверно два вот получается такая ситуация я делаю по всей по всей шее но не заходя на морду возможно слишком они активно у меня получились возможно нужно было помельче и возможно почаще ну посмотрим потом что дальше можно зарябить спину и пузо и постамент берется вот это возможно в принципе практически любой можно стамеска зарябить но она должна быть широкая вот попробую на постаменте и помельче стамеску если взять можно попробовать между лапок немножечко прорябить довольно таки важная деталь здесь это нужно сделать чтобы цельная работа была не было пустых мест дальше пузо то же самое здесь мы делали фаски аккуратно я делал а сейчас приходится все это срябливать но это абсолютно не страшно так и нужно делать потому что мелкие фаски это не только декоративная но это еще четкость формы если добиться хороших мелких фасок форма будет практически идеально то есть сначала крупные качественные потом мелкие и форма за счет этого получается практически идеально поэтому эту работу я проделал не зря вот и уже мелкой стамеской можно выделить пушок в общем делаю по стамент описку один резок и в нем еще два то есть резок в резке получается три резка в одном еще раз повторяю вот такое волнообразное движение воткнул чуть-чуть держу за постамент чтобы не сломать ножки один резок и в него вкладываются еще два допустим с нижней третьей мы начинаем потом где-то с середины делаем еще второй резочек и в самом верху добавляем еще сбоку один и нужно сделать ответный глаз здесь делается вот такое же движение стамеской сверху главное симметрично чтобы это все было я приставляю стамеску где у меня будет резок и смотрю сверху симметричность и сбоку чтобы соблюсти потом просто втыкаю стамеску делаю один резок смотрю симметричность опять же вроде нормально все я от него уже делаю вниз второй резочек глаз намечен теперь нужно треугольники в углах глаз выбрать чтобы объем создать глазу дать объем и снять вот грани которые остались на зрачке на глазу убрать лишнее проверяю симметричность ну так вот в принципе более-менее вижу где-то немножечко ушел глаз но это не страшно и стамеской сделать драчок посредине два резочка друг грушки очень аккуратно потому что очень легко выколоть лишнего тут нужно точно рассчитать силу движения стамески такой глаз один и вот она смотрит уже уже видно что она видит зрячая курица получилось и я сделал еще образцы задолбки и зарубки все это продается в качестве обучающего материала также можно купить ножик с дубовой мореной ручкой с обычной ручкой длинный короткий все что нужно для резьбы и заготовку для курочки вот она курочка но этого мне немножко показалось мало я решил в последующих в этом и в следующих уроках добавлять еще одну работу так получилось что в Богородской земле используется только липа насколько я знаю больше никаких материалов не используется а я решил попробовать что-то еще мне показалось интересным сделать из мореного дуба что-то такое этот материал мне очень нравится получилась такая курочка она не описана традиционным богородским способом то есть форма более-менее традиционное заключение постамента постамент я сделал немножко с неиспадающей такой если богородский классический он такой грубый здесь же я попробовал как с формой поиграть делать поинтересней вот курица не описана потому что дальше она пойдет в роспись будет расписана безжалостно и сфотографирована всем спасибо за внимание всем удачи всем до свидания и Субтитры подогнал «Симон»